Мы аванс отправили, а объемы не закрылись. Сегодня идет допрос главного бухгалтера. Именно она сводила дебет с кредитом в фирмах, которыми управлял обвиняемый по делу. Заказ на проведение капремонта в садике и лагере получили от ЛифтНК. Все денежные потоки шли по такой схеме. Заказчик, подрядчик и субподрядчик. Сначала все было нормально, но в какой-то момент цифры не сошлись. Образовался большой долг в 11 миллионов рублей. И согласно уголовному делу присвоил их 53-летний нижнекамец, который в этой цепочке стоял у руля подрядной организации. Вот на эти суммы они не закрылись. Соответственно, мысли в том не могли закрыться. Это та часть денег получена в качестве аванса, которая будет заменяющая? Да, да, да. А вот и не будет? Да. Дело начали рассматривать в январе этого года. Мужчине, экс-руководителю фирмы «Технология», вменяют несколько статей. Как считает следствие, обвиняемый, злоупотребив своим служебным положением, совершил хищение денежных средств в крупном размере. По данной статье, в случае доказанности вины, подсудимому грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Пока говорить о наказании, я считаю, что пока рано, потому что необходимо исследовать все материалы дела и уже подготовиться к приемным сторонам. Сам подсудимый виновным себя не считает. Это он активно участвует в допросе свидетелей и потерпевших. Уверен, что дело сфабриковано, а следствие велось с нарушением. Он намерен доказать свою невиновность. Неоднократно было предоставлено ходатайство, чтобы расследовать те-те-те позиции. Следствие все это во внимание вообще не бралось. Была поставлена задача сделать виновного. Ну, они свою работу сделали. Я поэтому надеюсь на справедливое судебное разбирательство и доказать свою невиновность. Суду предстоит непростая задача. Перед тем, как вынести приговор, нужно будет размотать этот клубок нестыковок. Но до этого еще далеко. Впереди еще не одно судебное заседание. Всего по этому уголовному делу проходит 12 потерпевших и 28 свидетелей. Часть из них уже допросили, а вот часть продолжают игнорировать повестки и не посещают зал судебного заседания. Поэтому судья сегодня постановил двух ключевых свидетелей. По мнению обвинения, их показания смогут внести какую-то ясность в это дело. Принудительно привести на следующее слушание. Вера Муратова, Евгений Лызаев, Новости НТР.